Добрый день, 13 часов и 6 минут в нашем городе, у микрофона Владимир Сметанин, еще один Владимир, Владимир Маматов напротив меня, пресс-секретарь компании Вятич. Добрый день, Владимир. Да, Владимир, приветствую тебя. Всех наших слушателей тоже приветствуем, сегодня вторник, мы продолжаем наши традиционные встречи в это время, по этим дням недели, хотя ты знаешь такое ощущение, что сегодня пятница, потому что завтра у нас, ну так, руководство страны решило общий национальный выходной. То есть ты хочешь все-таки загрузить меня этими кошмарными пафосными датами? Нет, нет, я не хочу, я просто сейчас только вспомнил об этом, еще как-то вот мироощущение мое изменилось в связи с этим. Подожди, а ты заглядывай на следующую неделю, где 1 июля тоже? А 1 июля тоже будет, я в курсе. Это прекрасно, одновременно сама Конституция с поправками уже отпечатана, и, по-моему, Эмма Панфилова сказала, что, в принципе, все уже одумали. Элва. Элва, да, без разницы. Эмма. Эмма. Хотя ей бы пошло, наверное, это имя. Вот так там Конституция отпечатана с поправками, а нас спрашивают о том, вообще, ну, как нам нравится все это или не нравится. То есть от того, что мы проголосуем за или против, так, я понимаю, ничего не меняется. Ну, это как бы мысли вслух и неинтересно. Ну, не будем, да, отвлекаться на это, да, не будем в политику уходить, каждый сделает свой выбор сам. Мы будем говорить сегодня в том числе о лете, да? О лете. Которое продолжается, которое практически уже в самом разгаре. О летнем, конечно же, 31, безалкогольном, да. Конечно. Я вообще предлагаю эти вторники у нас в час, да, которые начинаются каждую неделю, называть такие безалкогольные. Вот только раньше была безалкогольная комсомольская свадьба, да, при Горбачеве. Ну, якобы безалкогольная. Ну, когда он ввел сухой закон, я помню точно, что было, да? Чайники, помнишь, на своем веку, да, куда разливалось, да? Совершенно правильно. Безалкогольный. Вот. И, то есть у нас должны... Безалкогольный вторник, вот где-то вот так. Ну, да. Нормально, да. Да, лето продолжается, и наши передачи имеют такой живой отклик среди слушателей. И поступает много вопросов. Я так понимаю, вопросы и за эфиром тебе тоже приходят во всевозможных формах и видах. Ну, да. Мы, кстати, сегодня будем принимать звонки, но сделать это будем после середины часа. Реклама в середине часа. Напоминаю номер нашего телефона 211-101. Вы сможете дозвониться Владимиру Маматову, задать любой интересующий вас вопрос. Абсолютно любой. Касающийся производства пенного, безалкогольного. Да, разумеется. Что вам нравится, что не нравится, почему вы предпочитаете одно другому и так далее. Со всей вдумчивостью и компетентностью Владимир постарается ответить. В рамках своей очень скромной пока компетенции, раз. Во-вторых, маленькая ремарка, это полезно знать практически всем. Безалкогольное отличается от алкогольного, о котором мы, конечно же, не имеем права говорить, только одним параметром. Оно, проще говоря, безалкогольное, оно не дображивается. То есть количество спирта, которое там есть, оно сводится к минимуму. Вот и все. Технология, основное сырье, все остается точно таким же. То есть задавая вопрос, безалкогольное, вы, в принципе, имеете в виду всю пивоваренную систему отрасли. Ты знаешь, как-то я давным-давно слышал мнение о том, что безалкогольный напиток проще производить. Вот кто-то мне сказал, что это просто вообще. Нет, это не проще. Как на самом деле? Это то же самое. То же самое. То же самое, короче, срок брожения, все. Все, больше ничего. Там никаких других вариантов нет. Нет, существуют способы, при котором там специально удаляется спирт. Если я правильно помню, я боюсь ошибиться. Нейтрализуется, да? Да, да. Я боюсь ошибиться. По-моему, там и отгонка есть, и молекулярные фильтры используются. У нас это просто не дображивается. Но это технологию саму получения. Дело в том, что вкус напитка, он создается фактически ингредиентами, то есть базовым сырьем. Если его нет, то ты получаешь все, что угодно, кроме нормального продукта. Ну вот тут проблема, понимаешь, вот если рассматривать шире, до момента, когда я немножечко совсем занялся... Этой темой. Да, заводом вятич, то я как свинья в апельсинах был, из чего это делается, понимаешь? То есть, если бы меня спросить, из чего производится безалкогольное, разумеется, пиво, да? То я бы говорю, ну, примерно какой-то там совесть пивовара, хмель, там какой-то солод, что такое солод, вода вроде бы имеет значение, дрожжи. Что там делают дрожжи, как они... Ну, в общем, темный лес, и я не хотел никогда разбираться, и сейчас я понимаю, что это была ошибка, потому что... Но так же, как хорошо бы хотя бы на примитивном уровне понимать, что ты покупаешь, ну, любой товар, ты хотя бы чуть-чуть должен понимать, что ты приобретаешь. Мы обычно осмотрительно относимся к дорогостоящим вещам, ну, покупая машину там или дом, даже одежду дорогостоящую, да, какую-то, часы, к примеру, да, мы все равно пытаемся понять, что это за продукт. То есть, насколько этот товар долговечен, качественный, насколько он будет служить, стоит ли он... Только удобен, эргономичен. Да. И так далее. Стоит ли он своих денег? Вот и в вопросе по поводу, конечно, пенного, безалкогольного, естественно, напитка, самое главное, это то, что люди не понимают, чем отличается то, что сейчас забито на всех полках, и то, что делаем навятищим мы. То есть, а это надо знать. Я не знаю пока способа... Вот идеальный вариант, помнишь, как-то говорили, когда... Это молочники ввели, насколько я знаю, когда у тебя товары маркируются. То есть, вот это у нас молочный продукт, именно продукт, это у нас с использованием того производителя... Заменителя молочного жира и так далее. Вот если бы это было введено в пивную отрасль, у нас союз пивоваров пока делает первые шаги. Я не знаю, насколько они... Ну, посмотрим, я очень надеюсь, что они будут результативны, с минимальной ценой на пиво, как бы, на прилавки раз, безалкогольную, разумеется. С запретом на использование там свыше 20% несоложенного сырья есть такой вариант. Это тоже отдельная песня «Несоложенное сырье», это очень интересно. Вот, но если бы была введена маркировка, по которой... Вот ты подошел к полке, и ты сразу понимаешь, что вот это... Есть вариант какой? Есть, слава богу, слава богу, на том, что произведено вообще из чего-то и веток, да? Вот там, честно, пишется пивной напиток. Ну, хорошо хоть так называется, да? Наши... Ну, беда в том, что наши люди очень плохо читают этикетки. До сих пор плохо. То есть ты берешь пиво безалкогольное, разумеется, толстяк, и там с восторгом видишь рис и экстракт акации. Слушай, ну, как-нибудь обрати внимание. Я вообще не обращал внимания на эту продукцию, и уж тем более не видел, что там написано. Неужели такое даже присутствует? Есть потрясающее открытие, когда ты просто читаешь этикетки в магазине. И дело в том, что мне объяснили буквально вчера, позавчера, что причина, по которой они добавляют экстракт акации, элементарна. Он по своим вкусоароматическим качествам удивительно похож на хмель. То есть, ну, где-то близко, да? То есть, ну, дешевле просто. Еще бы понимать, что такое вообще есть, что собой представляет этот экстракт акации. Это же выжимка какая-то, не знаю. Акацию рубят, давят, и получается сок. Есть еще более прекрасная, замечательная вещь, называется солодовый экстракт. Как звучит, как звучит, звучит прекрасная композиция. Солодовый экстракт. Композиция такая, да. Ну, тоже когда-нибудь коснемся. Дело в том, что, в принципе, вот у меня вопрос стоял, какой-то ликбез надо начинать. Вот медленно, но верно, все-таки надо начинать ликбез. Надо начинать рассказывать о том, ребята, из чего мы делаем и как это делается. И вот первый элемент, ну, мне вручили кучу литературы. Я замучил бедных технологов, бегая по заводу там, по цехам, и тыкая пальцем, а что это такое, и с чем это едят. Вот, то есть минимальный какой-то объем информации можно, пожалуй, уже выдавать в эфир. То есть первое, с чего, собственно, вот надо очень хорошо понимать, что любой пенный напиток нормальный. Вот у немцев этот закон о чистоте пивоварения 1516 года, да? Который они соблюдают. Да дело в том, что у них он с 907-го, федеральный закон. То есть это не просто там замшелая какая-то бумажка, которую в Средневековье там три князя подписали, да? Вот у нас таких грамот, как говорится, завались. А это в 907-м году федеральная Германия приняла это как закон. То есть в пиве, безалкогольном, разумеется, у немцев другого нету, может быть только солод, хмель, дрожжи, вода. Все. Никаких ферментов, никаких ускорителей, никакого дополнительного сырья там быть не должно. Я предвкушал, что ты это скажешь, я уже аббревиатуру придумал. ХСВД. Да, господи, прости. ХСВД. Ну и можно поиграть еще буквами. Вот эта коммунистическая, большевистская тема, аббревиатуру. Я как вспомню, так взырогнула. В КПБ еще ладно, но там же ХСВД. ОСАВИАХИМ, да. Нет, боксим с аббревиатурами, но суть именно в этом. То есть у немцев вот так. И суть очень проста. Если мы говорим о настоящем качественном пенном, то это всегда солод. То есть солод, это, грубо говоря, очень просто представлять. Это ячменное зерно. Причем там страниц 15-20, наверное, в книжке, в этой энциклопедии фактически. Это то издание, о котором ты упоминал в предыдущих передачах, изучением которого ты занимался очень много времени. Это кунц, которого я, видимо, буду изучать еще и изучать. Это талмуд настоящий. Так вот там 15-20 страниц посвящено отбору этого зерна, его подготовке. То есть ячмень бывает двурядная, шестирядная, зимой яровой. Для пивоварения используется двурядный и яровой. У него меньше урожайность на питательных веществ, больше там столетних. Для неподготовленного человека достаточно сложные такие формулировки. Это засада, это полная засада. Поэтому вот если убрать всю наукообразие, весь этот пафос, то все очень просто. Берется ячмень, он отбирается идеального качества. Это раз. Потому что плохой, ну плохой не будет сущей работать. Да, вообще никак. Согласен. Да, берется ячмень. Потом у него есть очень важный показатель, это влагопоглощаемость. То есть для того, чтобы он пророст, то есть начал прорастать, он должен поглотить воду. 50, если он поглощает 50 до 50, ну 50 процентов, там даже больше даже. Если он поглощает 50 процентов, это качественное, хорошее сырье, это первый сорт. Дальше меньше. Так вот, берется тот, что может поглощать воду, прорастать. С определенным совершенно диаметром зерна, оказывается, я этого не знал никогда, там действительно отобрано по размеру зерна. Калибр существует определенный. Вот существует калибр зерна. Существует водопоглощаемость, да. Дальше он закладывается, и он начинается проращиваться. Причем он собака, оказывается, его нужно прокачивать через него в воздух. Я тоже этого не знал. Защищать еще и кислородом. Да, совершенно правильно. Ему нужна аэрация этого ячменя, иначе он не прорастает толком. При определенной температуре, 17-18, если ты хочешь получить легкий солод, а 25, если хочешь получить темный, разная скорость брожения, процессы и все остальное. То есть как бы накопление будущих веществ, которые будут у тебя дальше работать в пиве, безалкогольным, разумеется, то не определяется даже уже на этом этапе. Потом его сушат, и в зависимости от температуры сушки, там тоже разброс. Ты получаешь разные сорта этого солода. Анекдот, в чем я расспрашивал? В общем, очень много нюансов. Слушай, нюансов как грязь. Там наверняка профессия даже отдельная есть у человека, который занимается всеми этими вещами. На немецком гербе пивоваренья, там изображена лопата. И вот есть немецкое пиво, Шпатен. Это лопата. Но это лопата из солодовни, где ты перемешиваешь солод, пока он доходит. Понимаешь? Вот это все оттуда берется. То есть ты готовишь этот солод. И самый прикол в чем, то есть вот ты его, он пророс, ты остановил проращивание, убрал воду, высушивай его, там определенный тепло. То есть он доходит сначала, потом ты его дополнительно высушиваешь. И после вот этих всех процедур ты его привозишь на завод. Ну, в данном случае на вятич. Значит, маленькая подсказка. Вот есть вариант, когда брожение у тебя пойдет от мальтозной патоки. Ну, сахарный сироп. Оно пойдет. Добавь дрожжи в мальтозную патку, у тебя начнет бродить. Какая непонятно. Сладкая дрожжи. Самогонка известна нашему народу с детства. Какие проблемы? Это хорошо сказано. Да, конечно. Палочка дрожжей, килограмм сахара и первач впереди. Водка, кстати, по приготовлению. Неделю подождать только. Да, водка по приготовлению, по сравнению с пивом, это ерунда полная. Просто ерунда. Такое количество нюансов я сам удивлю. Так вот, и дальше очень просто. Это вот привозится на вятич. И у тебя может быть, да, патока, может быть, несоложенное сырье. Это отдельная песня вообще. Почему? Потому что я... А для чего оно вообще нужно? Это несоложенное сырье. Я понимаю, что это воплощается в какой-то особенный продукт. Несоложенное. Несоложенное. Это удешевляет. А, удешевляет. Конечно. Понимаешь, в чем дело? То есть ты берешь в Южной Африке... Прекрасная справка. В Южной Африке на несоложенном этом сырье на сорга. Я не знаю, что это такое за растение толком. Ну, примерно представляю. Слышал, но не выникал. У нас ботанические образования с тобой одинаковые, я думаю. Вот из этого сорга они фигачат пиво со страшной семьей. Вот это южноафриканское у них такое, да? Рис. Рис вот на том же толстяке ты увидишь рис. И рис ты еще увидишь в нескольких сортах, да? Рис, сорга. Мальтозная патока тоже отдельная песня. А вот несоложенка, которая у тебя... Ты можешь взять солод, да, и туда добавить несоложенки, когда уже брожение пойдет. Ну, у тебя получится не совсем только... Размешать это все. Разбодяжать. Разбодяжать. Удешевить, в общем. И смотри, вот тонна солода, который приходит на Вятич, тонна, стоит 40 тысяч рублей. Ну, напомним, что немецкий солод на Вятичу нет? Нет, нет. Смотри, у нас немецкий, финский, шведский. Не только немецкий, верно. И, естественно, очень много нашего родного из Курска. Вот, конечно, конечно, конечно. Не, ну, не все же мы везем за границу. У нас есть свои поля нормальные в России, которые делают. Обычный, обычный, самый стандартный светлый солод. Он есть. Но стоимость солода средняя очень такая. Почему? Потому что, допустим, если мы берем сорт, похожий на русский имперский солод, без алкоголя. Без алкоголя. Да, конечно. Так вот, расход солода на нем, ну, примерно 40-45-47% вдвое примерно больше, чем на стандартном. Это раз. Плюс туда нужны редкие, дорогостоящие сорта. Вот этим определяется то, что он выше по стоимости в любом случае. И брожение там практически в два раза дольше. Это определяется, почему он дороже. Так вот, а тонно-мальтозные патоки стоят 20 тысяч. В два раза дешевле. Да, совершенно правильно. То же самое и саложонкой и все остальное. Вот способ удешевления самый простой, примитивный, да. Не саложонка, а мальтозные патоки. И ферменты родные. То есть ты берешь... Дело в том, что для того, что если берешь не саложонку, не саложонное сырье, оно бродит плохо. Ну, просто плохо. Потому что оно лишено, собственно, там микроэлементов, которые отвечают за брожение. Совершенно правильно. То есть солод сам по себе, он готов к брожению. Его осталось перетереть и дальше приготовить сусло, и сусло будет бродить. А, ну, это мы потом обсудим вопрос. Там интересно с приготовлением сусло очень. Но самая главная фишка в том, что у тебя не саложонка бродит плохо, в нем ферментов нет, ничего нет. То есть оно не готово. Значит, мы туда добавляем все искусное. Вот отсюда, если ты видишь на этикетке, если ты видишь на продукции завода. Вот это я мечтаю, чтобы эта маркировка появилась. Я не знаю, как это сделать, но чтобы человек, подходя к полке, знал. Несаложенное сырье. Несаложенное сырье – это всегда ферменты. То есть всегда искусственные вот эти добавления, которые ускоряют брожение. Все. Это вот гарантия. Это как градусник под мышку тусуешь. То же самое. Ты видишь несаложенное сырье. И точно так же ты видишь ферменты. Все. А скажи, вероятность-то встретить именно такую продукцию на несаложенном сырье, она велика в наших магазинах? Я просто не специалист. Я думаю, что процентов девяносто. Девяносто процентов? Девяносто девяносто пять. Опа. Ты возьми. Так это же обман покупателей. Почему? Регламент разрешает. Регламент. Граждане. У вас Союз пивоваров принял регламент, по которому такое количество можно. Ну, там же до последнего времени в составе Союза пивоваров возглавляли его транснациональные корпорации. Наши любимые. Крупняк. Да. Континентальный. Естественно, им интересны что? Деньги. Правильно? Деньги они получают. За счет несаложенки, за счет дешевки, которая не гонят. Сейчас ты берешь банку, смотришь на этикетку, видишь несаложенное сырье. По любой цене ты должен просто понимать, что вместе с этим ты пьешь фермент. Ну, это вот, это минимум. И дальше начинается вот самое интересное. Ты начинаешь с солодов, да? То есть ты привозишь солод на вятич. Под 40 рублей за тонну он стоит. 40 тысяч. Да. Ну, да. Но я чрезвычайно даже удивился количеству солода, которые... Вот тоже вот эти детали, которые обывателю, потребителю, непонятны. Знаешь... Расход ты имеешь в виду? Да. Расход. Ну, вот ты представляешь, сколько тратится? Ну, ежедневно... Нет, вот на, допустим, на 100 литров, ну, на 10 или на 100 литров пива, ну, в литре пива, на литр пива сколько тратится солода? Сколько солода? Да. Да, это очень интересно. Ну, вот примерно, вот на вскидку назови мне, да? Ну, хорошо, на вскидку 5 килограммов. Ой, да хорошо бы, конечно, было бы так. Ну, я просто мечтаю о таком продукте попробовать. Володя. Где солода очень много. Умножь это минимум в 3-4 раза. 3-4 раза, то есть 15-20. Значит, у тебя при плотности... Сейчас, подожди секунду, я залезу в шпарк. Вот Владимир Маматов почитал книжку, он сейчас в выгодном положении находится, он сейчас может всех учить, наставлять. Я должен нести в массы... Причем с каким упоением он это делает? Я должен нести в массы, это настолько прекрасно временами. Ну, плюс я люблю математику, люблю физику и химию, да? 17 килограмм солода у тебя на 100 литров пива 11% выходит. А, на 100 литров пива? Да, да. То есть, сколько у тебя? 170 грамм... На литр. 170 грамм солода на литр. Значит, за год, за год, Вятич, закупает 3240 тонн. 1240. Да. Ну, по стоимости это всего-навсего 130 миллионов. Ну, так, пустяки. Пустяки, да. Вот это количество автоматически, помнишь поговорку, я тебе приводил, по-моему, что одно место рабочее в аварийной промышленности, это 10 других. Да, рождает в смежных отраслях 10 рабочих. То есть, сушка, аэрация, отбор зерна, приготовление привезли на завод. Вот, и есть еще одна фишка, она мне очень нравится, это дробление. То есть, для того, чтобы солод превратился в затор, так называемый, из которого потом получится сусо, его надо перемолоть. В более мелкую фракцию еще превратить. Точно, как говорят. Но если ты его берешь и перемалываешь просто как вот, ну, представляешь, чем мельница, да, кухонная, ну, обычная, да, и перемалываешь зерна там, не знаю, кофейные, в муку, да, ячмень, да. Ну, главное, что, ну, мелконько, да, вот как говорят обыватели, мелконько вроде получилось и нормально. Когда ты перемалываешь сухим способом, ты, у тебя в затор, в сусло, в пивное в итоге, уйдет не только оболочка, то есть не только ядро, прошу прощения, не только ядро зерна, в которой все вещества содержатся, у тебя уйдет оболочка. Оболочка — это всегда дубильные вещества, которые горчат, которые портят вкус и так далее. А если ты это прогоняешь через влажную, это дробление, да, то есть у тебя подается вода, и у тебя как, знаешь, ты, знаешь, как чистишь банан, нажимаешь, он вылетает, ну, словно говоря, да. То есть не дает попадать этим всем дубильным веществом. Ты шелуху вычищаешь, вычищаешь зерна и шелуху. Жмых почему-то мне вспомнилось. Да, и у тебя образуется вот этот жмых, и он работает, во-первых, как прекрасный фильтр, когда ты дальше фильтруешь. Во-вторых, у тебя в сусло, в состав пива уходит зерно, чистое, вот это невозможности. И вот из этого начинает медленно, наверное, получаться. Вот ты писаешь всегда цепочку, то есть из обычного ячменя, переработанного, пророщенного, высушенного, транспортированного, еще перемотного, выделили наконец-то, и из этого делается сам продукт. Это непосредственно производитель уже занимается этим? Конечно. То есть на Вятиче есть специальные установки, которые эти чудеса творят? Конечно. Нет, я-то почему-то представлял, что уже полноценный готовый солод поступает на производство, и ты с ним уже делаешь все, что хочешь. Конечно, на производство... Нет, солод к нам поступается, правильно. Но его еще надо готовить к этому, отготавливать к тому продукту, который делаете вы именно здесь. Они улавливаются, или дробилки, которые убирают все примеси и так далее, и так далее, а сортируют по размеру зерна. Потом все это подается уже на саму дробилку. Из дробилки это... Слушай, нет, это прямо открытие, я, честно говоря, не подозревал, что еще подготовка солода еще предусмотрена на заводе. Володь, мы с тобой в одинаковом положении, я сам никогда не представлял, насколько это технологически все сложно. Я уже... Нет, мы как-нибудь про азотную установку отложим, да, это фантастическая вещь. Для пива очень вреден контакт с кислородом. Окисление, видимо, происходит, которое не на пользу идет всему процессу. Поэтому для того, чтобы этого не было, навязчиво стоит азотная установка, которая из атмосферного воздуха вырабатывает азот через мембрану. Где его большинство? Да. Я помню, из курса химии. Совершенно правильно, 21%. Это кислород, а все остальное азот инертный полтора процента. Так вот, у тебя через мембрану прогоняется молекулы азота в одну сторону, мальчики направо, девочки налево, все-таки рот в другую. И азот загоняется для того, чтобы существовать как инертный газ. Давай сделаем паузу. У нас середина часа подоспела 211-101. И напоминаю номер нашего телефона для наших слушателей. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич», будет готов принимать ваши вопросы через полторы минуты. Группный план. Вот неспроста ведь, неспроста Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич», сейчас многое нам рассказал, чтобы мы проникли с действительно уважением, вниманием, почтением к людям, которые работают на «Вятиче», которые, я вообще этого не знал, еще и солод готовят. Ну, справедливости ради, мы не выращиваем солод сами. У нас нет солодони, то есть у нас пока еще не полного цикла. То есть солод мы закупаем. Закупаем, в частности, и в Европе, и в России. Но подготовка солода, дробление и все остальное, да, это уже наше. То есть тут вопросов нет. Понимаешь, на самом деле солод — это база. Это не самое пафосное. Вот для меня, как для обывателя, все равно потрясающее совершенно само варенье. Там отдельные фишки, связанные с затиранием, ну, много чего, да. Но вот мне по нервам, по мозгам как-то вот бьет вариант, когда мы с Леонид Николаевичем Курагиным ходим по холодильному цеху, где стоит вот эта установка, которая отбирает из воздуха азот. И вот она стоит 300 тысяч евро, да. А вот этот холодильный компрессор — 250 тысяч евро. А вот эти три — по 250, а вот это стоит миллион евро, а вот это два стоит. Вот эти все механизмы, агрегаты, гудения, двигатели, все. Ну, там очень немало. И когда возникает вопрос, а сколько вятич вложил в модернизацию производства, ну, там думается, пересчитывается, но по нынешнему курсу около 80 миллионов. Понимаешь, ну, как бы, ребят, вот так вот все устроено. Это за какой период? Ну, это вот за эти годы. За последнее время. Ну, то есть, понимаешь, фишка в том, что и там стоят вещи, которых в Кирове нет. Начиная от стерилизации. Там стоит немецкое оборудование первоклассное. Ну, это нет, мы поговорим отдельно, то есть о каждом этапе, конечно. В отдельной передаче нужно это выносить. Да, конечно. Ну, вот надо понимать, что база всего — это технология. У нас звонок есть, да, насколько я понимаю? Давай примем звонок. Вы в прямом эфире. Добрый день. Как вас зовут, скажите? Здравствуйте. Меня зовут Галина Петровна. Да. Я внимательно слушала вашу беседу. Так. И вот даже слушать противно. Вот все носитесь вот под своим вятичем, все везде реклама. Я вот и мой муж пьем пиво Балтику. Вкус отменный. Цена приемлемая. Что этот вятич стоит? Дорого. Ну и что, что он там, вы рассказываете, что он там, натуральное сырье, да все. Самое главное, мы пьем, и я слышала, что с вятича голова болит. В молотике вот мы пьем, не болит никакая голова. Что вы можете на это ответить? Про головную боль мы тут недавно разговаривали. Ну, единственное уточнение. Галина Петровна, да? Да, Галина Петровна меня зовут. Галина Петровна, вопрос про головную боль вы слышали, да? Вы же сами вятич не пьете. Я слышала, конечно, я не пью вятич. Ну, прекрасно. Нет, вопрос абсолютно снят. То есть я тоже слышал о многих болезнях, которые возникают от многих вещей. То есть это понятно. То есть этот неконструктивный подход мы обсуждать не будем. Вопрос о Балтике. Дело в том, что я буквально вот вчера или позавчера говорил с людьми, которые как-то решили прикупить этой безалкогольной, я обязан говорить, безалкогольной Балтики, да? Конечно. И они мне жаловались на то, что, ну, жаловались в прямом смысле, что оно пустое. Вот просто пустое. То есть там нет ни вкуса, ни аромата. То есть какой-то, ну, это голяк, по-русски говоря, да? То есть такой пустенькое. И вот для вас оно вкусное, да? Конечно. Для того, чтобы утолить жажду. Там есть и прекрасное пиво безалкогольное с различными добавками. И можно и без добавок. И цена у него приличная. А цена приличная, это как оно? Можете не стесняться конкретный ценник назвать, да? В красном и белом оно продается по акции всегда, это пиво. И всегда приятно, что ты идешь... Ну, а сколько оно там по деньгам? Не помните? Ну, я вам точно это не могу сейчас сказать на данный момент. 30-40 рублей сколько? Да, 30 рублей. Для меня это приемлемая цена. Я покупаю в красном и белом. Кстати, у Вятича вашего нет в красном и белом. Ну, это мы знаем. Это мы знаем. Спасибо, что напомнили. А у меня вот и дом совсем находится рядом с красным и белым. Я вышла, купила Балтики, все прекрасно. Ну, понятно. То есть, а то, что вы используете, ну, потребляете вещь, которая как бы рано или поздно неминуемо у вас вызовет интерес к здоровью, то есть, это вас не волнует, правильно? Ну, то есть, как бы интересно. Я прекрасно понимаю, что все вещи, которые используются, с использованием ферментов, все, что сделано на несоваженном сырье, все, что... Причем Балтика там, кроме, ну, это, как я понимаю, вы пьете все-таки алкогольное, там кроме спирта, в общем-то, ничего нет по одной простой причине, потому что все, что там может быть, оно выбраживается. То есть, задача Балтики... Ну, допустим, вы тоже не бывали на Балтике и не знаете, как она там делается. Потому что она тоже делается из натурального сырья, натуральный солод. На Балтике мы сейчас имеем в виду на производстве. Да, я очень вас расстрою, я говорю с человеком, который был на Балтике, и там был совершенно забавнейший эпизод, когда он поинтересовался, ребята, а где у вас дробина? Дробина — это то, что остается, вот когда ты навязчиво, можно там каждую неделю это все волшебство нюхать, потому что она имеет такой характерный густой запах, ни с чем не спутаешь. То есть, когда... Не-не-не, когда фильтруют вот этот затор, остается дробина. Я извиняюсь, офф-топик маленький. Остается дробина, да, и затор превращается в сус, а дробина, ну, жмых по-русски говоря, весь этот... Вот те самые дубильные вещества. Да, да, их много, их тонны. И она используется как удобрение. Это отдельная песня, да. Но, когда он поискал на Балтике эту дробину, он говорит, да-да-да, где-то тут у нас была, ну, сейчас найдем. Ну, может быть, должна где-то быть, да. То есть, меня убеждали технологи дня 3-4 назад, что все-таки у них должна быть дробина, потому что совсем без сода они не могут работать, да. Но количество ее — это отдельный вопрос. То есть, ну, то, что на Балтике, на Хайнике, на так далее, и так далее, ФЕС, то же самое, они используют не соваженку и ферменты, я знаю это совершенно точно. То есть, крупные корпорации, они никогда не используют... То есть, они используют натуралку, но чем меньше, тем лучше, это дешевизна. То есть, вы пьете фактически такой суррогатный вариант, ну, по 30 рублей. Ну, нет, я вас не убеждаю. Ну, не убеждаю, Галибин. Хоть вы и говорите, что это скажется на здоровье, я пока молодая, все у меня хорошо со здоровьем, я не думаю, я просто прекрасно утоляю жажду Балтикой. Ну, я понял, я понял. То есть, цена небольшая, жажду вы утоляете, 30 рублей, суррогат, ну, и бог с ним, правильно? Замечательно, хорошо, спасибо большое за звонок. Спасибо. Да, есть еще 4 минуты для того, чтобы вы дозвонились, а мы приняли ваш звонок. Нет, вы поймите, мы ведь не настаиваем ни на чем. Нет, ни в коем случае. Мы ведь для того, чтобы мы все посмотрели ясным взглядом, да, на то, что мы потребляем. Понимаешь, вот для меня все крайне просто, в такой степени просто, что я даже затрудняюсь выразить с вами. То есть, есть вещи, есть факты, есть точные сведения, которые ни на какой кривой козе не объедешь. То есть, если на авиатичи не используется несуваженка, это чистейшая правда. Это любой рабочий, любой варщик скажет, да, 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 под пытками и так далее. Еще звонок? Еще звонок, да, только я хочу предупредить, у нас буквально полторы-две минуты, поэтому давайте, что называется, по существу. Алло, добрый день, как вас зовут? Да, добрый день, меня зовут Вячеслав. Да, слушаем вас. Вопрос к Владимиру такой. Вот я тоже являюсь потребителем пива, знаете, завода. И нашел еще для себя одного производителя, такого небольшого, это Сыктывкарское пиво. А, знаю их, знаю. Да, очень вкусно, но я бы сравнил тоже по вкусу, там, взять, чем вкусно. Единственное, что я заметил, вот они на каждом сорте пива пишут, какой у них используется хмель. Перлея, Норден Бревер и прочее, прочее. А вы только пишете, что у вас хмели продукты. Это как-то влияет на покупателя. Я думаю, что это влияет на покупателя в том плане, что это наш недогляд. То есть, на самом деле, вот как только я узнаю о том, что у нас вода очищается серебром, то есть гонится через серебряные контакты перед тем, как попадать в резервуар, да, я очень удивляюсь, что об этом не пишут. Как только я узнаю про азотную установку, которую у тебя заливают азотом, чтобы в пиво не попадал кислород, я удивляюсь, почему об этом не пишут. Таких моментов очень много, мы о ней будем говорить. Мы, знаете что, давайте я свяжусь со снабженцами, кто заказывает этикетку, я с ними переговорю, и пусть у нас там будет хелертау, еще что-то, еще что-то. То есть, все сорта хмеля, которые используются, пусть там указываются. Потому что, ну, это неправильно вообще. Да, это проще сравнивать с циркой этого железняка. Естественно, естественно. Нет, Сыктывкарская, я его пробовал лет 10 назад, или 15 на выставке, когда они приезжали сюда, в Киров, ничего не могу сказать, просто не помню, то есть никакого отпечатка яркого не оставили. Хорошо. Ничего не могу сказать. Но у них есть магазин, так в Кирове, тут рядом с теми. Ну да, они открыли, я знаю, они открыли. Да, да, точка есть, да. Ну, смотрите, то есть, в любом случае, мы всегда поддерживали и будем поддерживать регионалов. То есть, людей, которые хоть как-то держатся за традиции. Вот это краеугольный камень. Пусть они, несмотря на то, что они вроде бы, на первый взгляд, конкурируют и так далее, и так далее. Я считаю, что если люди делают продукт настоящий, то это здоровая, хорошая конкуренция. Мы спорим и никогда не согласимся только с теми, кто делает суррогаты. Вот так. Вячеслав, да, на этом все, да, просто времени уже у нас практически нету. Спасибо. Спасибо большое. Это такой звонок, пожелание скорее, да. Укажите, да, что за сорт хреля используется. Володь, это ахиллесово-пятовячи, с которым будем бороться, бороться и бороться. Обо всем, что происходит. Вот завод не раскрыт. Ты имеешь в виду информированность, да? Потенциал завода, количество технологических решений неизвестно. То есть люди не понимают, какая технологическая машинка выстроена на самом деле. Не понимают. И производителям наивно кажется, что ну как, это не очень важно, там интересно. Ну это же важно, это же интересно. Люди должны это понимать и знать. И чем отличается то, что они пьют каждый день, от того, что они не хотят пить каждый день. Вот тут надо понимать это. Вот где-то будем работать, что называется. Будем работать, будем встречаться. Очередная наша беседа будет ровно через неделю, во вторник в 13 часов. Присоединяйтесь, не забудьте. Благодарю. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветич. Всего доброго. Да, всего доброго.